Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В течение 12 февраля северо-западней города Быдгощ наши войска в результате наступательных боев овладели городом Швец и заняли более 120 других населенных пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта взяли в плен свыше 15 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи. Орудий 270, пулеметов 700, винтовок и автоматов 7500, автомашин 1200, повозок с военными грузами 800, лошадей 2000, складов с вооружением, боеприпасами и продовольствием 202. Противник оставил на поле боя более 13 тысяч трупов солдат и офицеров. Войска 1-го Украинского фронта развивали наступление западнее реки Одер. В боях за 10 и 11 февраля в этом районе войска 1-го Украинского фронта взяли в плен около 3000 немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 100 самолетов и 200 тяжелых планеров противника. Войска 4-го Украинского фронта продолжили наступление в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат. В Бутапеште наши войска, сломив сопротивление противника, заняли более 200 кварталов, в том числе Королевский замок и Старую крепость, и к исходу дня завершили бои по ликвидации остатков окруженной группировки противника. Календарь войны. Февраль 43-го. 2-го февраля. Победный финал Сталинградской битвы. С 10 января по 2-е февраля войска Донского фронта разгромили 22 фашистских дивизий. Взяли в плен 91 тысячу солдат и офицеров, в том числе 2500 высших офицеров и генералов во главе с Паулюсом. Каждая улица города, каждый дом стал ареной ожесточенных боев. За Волгой для нас земли нет, как клятву повторяли бойцы советской армии. Споткнулась фашистская боевая машина о героизм и самоотверженность простого русского солдата. Не удалось зачерпнуть и испить волжской водице фашистским солдатам. В письмах жалуется фриц. Я когда-то резал птиц. Доставались мне когда-то деловые поросята. А теперь я либо фрау. Ем к обеду. Мяу-мяу. Мне осталось жить недолго. Дойчланд. Дойчланд. Волга. Волга. В этот же день началась операция «Звезда» по освобождению Курска, которую осуществляла 60-я армия Воронежского фронта под командованием генерал-майора Черняховского. 6 февраля в 23 часа 50 минут он приказал уничтожить Курскую группировку противника. 7 февраля бои шли на окраинах города. Особенно ожесточенными они были за железнодорожный вокзал. Сильное сопротивление противника встретили бойцы 322-й стрелковой дивизии. Командир дивизии Степан Перекальский, поднявшись во весь рост, личным примером увлек солдат за собой. Вражеская пуля попала кум-диву в область сердца. Последние его слова были «Друзья, возьмите город». В 12 часов дня на здании бывшего дворца пионеров было водружено красное знамя. В ночь на 9 февраля была освобождена юго-западная окраина Курска. «Сгорели в танках мои товарищи. До пепла, до золы, до тла. Мои товарищи на минах подорвались. Взлетели ввысь, и много звезд далеких, мирных. Из них, друзей моих, зажглись». Город Инстербург переименован в Черняховск. Из всех командующих советскими фронтами он был самым молодым по возрасту. 3 февраля началась десантная операция, в результате которой под Новороссийском образовалась знаменитая «Малая земля». Этот клочок, что геройством объят. Каждая пять тут пропитана кровью. В бухте Цемесской сражался десант. 4 февраля наши войска сломили сопротивление гитлеровских войск. Прорвались к побережью Азовского моря. Подошли с югом к городу Краснодару. Значительная часть Северного Кавказа была освобождена. 6 февраля в ходе операции «Скачок» войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Ватутина освободили города Донбасса, Балаклею и Изюм. 8 февраля началось освобождение Новороссийска. Ордена государства навесила и пришила погоны мне, чтобы было бодро, весело на большой многолетней войне. 9 февраля освобожден город Белгород. Захвачен плацдарм южнее города Новороссийска. 11 февраля, совершая свой 158-й боевой вылет на подступах к Бреслау, погиб летчик генерал Полбин. При бомбардировании групп методом пикирования замкнутого круга на четвертом заходе на цель, прямым попаданием снаряда подожжен самолет, пилотированный гвардией генерал-майором Полбином. При попытке сорвать пламя у самолета отвалилось хвостовое оперение. Горящий самолет упал на восточной окраине Бреслау и взорвался. Солдаты говорят о бомбах и об осколочном железе. Они не говорят о смерти, она им в голову не лезет. Солдаты вспоминают хату, во сне трясут жену, как грушу, а родину не вспоминают, она и так вонзилась в душу. 12 февраля была освобождена столица Кубани, Краснодар. 17 февраля советские войска вступили в город Павлоград. До Днепра оставалось совсем немного. 23 февраля в боях у деревни Чернушки комсомолец Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Это было суровой зимой в феврале 1943 года.